Председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова оголосила итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах, намеченных на 10 сентября. Подробнее о тех, чьи фамилии мы увидим в бюллетенях, а также о предстоящих нововведениях, расскажет Анастасия Бучок. Председатель избирательной комиссии напомнила, что в предстоящие региональные выборы граждане будут голосовать один или два дня в зависимости от муниципалитета. 10 сентября голосование пройдет в Твери, Кашинском и Конаковском муниципальных округах, а также в Торжокском районе. Двухдневные выборы 9 и 10 числа будут проходить в Торопецком, Бежеском, Фировском, Калязинском, Нелидовском и Кувшиновском округе. Во всех избирательных участках будет соблюден порядок проведения выборов. В дни единого голосования свою работу будут выполнять обученные общественные наблюдатели и аккредитированные средства массовой информации. Валентина Дронова сообщила, что официальный статус кандидатов депутата представительных органов власти Тверской области получили 445 человек. Всего проявили желание участвовать в выборах 465 человек. Из них 332 представляют 8 политических партий. Оставшиеся 123 — самовыдвиженцы. Отказы в регистрации — всего 1,3%. 11 выдвиженцев сняли свои кандидатуры на этапе регистрации. Трое сошли с дистанции, уже будучи зарегистрированными. Отказали в официальном подтверждении статуса кандидата шестерым. Двое, вопреки обязательному требованию, не сообщили сведения о судимости. Четыре человека не набрали должного числа подписей избирателей, то есть не достигли необходимой планки для выдвижения. Также на пресс-конференции Светлана Дронова привела любопытную полувозрастную статистику. В числе кандидатов без малого — 58% мужчины и 42% женщины. Председатель областной избирательной комиссии указывает, что такая ситуация на выборах в Турской области не первый год, когда женщины избирают, а мужчины выдвигаются. Также указали и возрастные категории кандидатов. Большая часть из них, а именно 47%, опытные граждане старше 50 лет. А количество молодых кандидатов от 18 до 30 лет мал. Всего 6,6%. Хотелось бы, чтобы вот эта прослойка зеленая была бы побольше, и чтобы молодежи, которые идут в том числе на выборы депутатов представительных органов, тех органов, которые решают и в полномочиях которых находятся вопросы, непосредственно связанные с каждым из нас. И так, в настоящее время известно, что в Турской области в единый день будут выбирать 212 депутатов местного уровня. Новшеством избирательного процесса в 2023 году стала мобильная участковая избирательная комиссия. Приложение опробуют в 78 регионах России, в том числе и в Турской области. С помощью электронного приложения кураторы избирательного процесса будут информировать людей о событиях выборов. Также сервис будет полезен кандидатам. Возможность ознакомиться с кандидатами, возможность узнать, какие выборы проходят. Плюс для кандидатов появился новый дополнительный сервис, где помимо элементарной какой-то информации, фамилии, имя, отчества, он может там разместить свою фотографию. В Турской области первыми площадками, где опробуют мобильное нововведение, будут Тверь и Нелидовский округ. Начинается самая ответственная напряженная работа, главная цель которой сделать выборы прозрачным, легитимным и доступным процессом для всех жителей региона.